Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Мы в Манеке. И сегодня у нас Чумачечий день в антикварной лавке и, собственно, на конном рынке. Сейчас пойдем, посмотрим, что здесь есть интересного. Прямо возле лавки проходит перебор монет. Покажите. С автографом? Я понял. Смотрите нас. Приятно, очень приятно. Столик мне сделал мужчина с золотыми руками, который теперь будет на YouTube-канале кухонном. Класс. Теперь у меня есть еще одна открытка с автографом. Спасибо огромное. Спасибо. У нас на рынке моросит. Людей много. Сейчас покажу, что здесь есть. Тем временем мы здесь под заказ. Полтавские подписчики попросили отремонтировать самовар. Припаяли ручку. Сейчас его почистим и будет шикардосная вещь. У нас, ребята, есть огромное количество статуэток. Выбор огромный. Вот такие два красавца у нас. Герои Советского Союза. Какие-то кабинетные купил бюсты. Что еще вам показать? Картины есть. Разные абсолютно. Повыставлял здесь и Сталин с матерью. И Ленин. И еврейский там какой-то деятель. В общем, ребята, работа кипит. Буденовки мокнут. Сейчас уберу. Пойду вам покажу, что у нас есть далее. На рядах у нас, видите, народа много. Народ работает. Сейчас посмотрим, что можно заработать здесь. Авто. Здравствуйте. Как дела? Игрушек. А такая, как я вчера вот покупал, нету? Вот что-нибудь из Лего. Из Лего? Ну можно, это не лего. Ну это совсем детская для маленьких. Диски. А вы покупаете дискеты? А почему покупаете? Надо смотреть какие. На выбор? Да. А так, на счет, ну самая недорогая. От 3-5. От 2 гривен. Друзья, меня спрашивали, вот кому надо сдать. Хорошие есть. Будете брать дороже, да? Ну да. Приносите на конный рынок, я вас подведу, потому что я отказываюсь, я не беру. А что, люди еще смотрят, да? Ну да, бывает. Если, например, хорошая, фирменная, роковая. А, я понял. Не, я имею в виду, вот я вижу, сердечко там, вот вот так вот, вот такое все, 2 гривны штука вы берете. Вот такое, да. А более хорошее. Ну я имею в виду, назад человек не поедет с ними, то есть купите. Ну да, если они, ну ты только посмотрел, чтобы не зафигенные. Я услышал. Не болванки. Понял, понял, понял. Да, с полимураткой. И стройбанки. Я уйду и видео. Понял. А что, спрашивали, да? У меня постоянно предлагают. Постоянно. Ну я раньше брал хоть эти аудиокассеты там, ну, а сейчас они у меня тоже скопились, я не хочу их. Аудиокассеты мне тоже не надо. А диски потихоньку, у меня все же интернет, например. Понятно. Винная пенарья. Большая рыболовая. Здравствуйте. Как у вас? Сколько у меня мелочи? Это 10 рублей. Сколько такая вазочка? 100 гривен. И у вас такая? Не, 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 не. Я так покажу во взоре. Красоту. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас тут целая сокровищница. Да, есть немножко. Прямо подвески. Обалдеть. А то меня еще спрашивают. Нет, пока нет. Ну, если будут, я скажу. Фоно-фоно, хорошо. Если попадут. В шишек нет тарелок. Это как? Ну, тарелки шишки. Нет, такого нет. Это вот, как я, кедровая ветра. Нет, у меня вообще нет посуды. У меня просто сейчас заказ, а у меня их, они закончились. Я понял. Размеры. Нема. Вообще обалденно. С Венеции кто-то привез. Сколько стоит? 50 гривен. 50 гривен, ребята. А в Венеции покупали по 15 долларов. А здесь 50 гривен. Посуды, море. Пинокль. Здравствуйте, есть он? Да. А сколько стоит? 100 гривен. 1000 гривен. Понял, понял. Доброе утро. Доброе утро. Что, я не прощал? Нет, понял. Как у вас? Что это за брульянты у вас такие? Брульянты с пасами, да. Брульярки, белок, брульянты. Любой футер и размер. Это снимаю, прошелся по рынку. Как у мастера работа спорится. Ребят, вы помните, всем рассказывал. Вот здесь я точу ножи свои. Красота. Смотрите, какой инструмент. Выставляется угол, градус. Смотрите, уровень. Лазерная заточка. Не лазерная, а как вы сказали, бритвенная, да? Или как правильно называется? Не знаю. А вы как мне говорили? Ну, это вручная заточка. Разным инструментом. В общем, короче, получается, как будто из магазина. Нет, лучше всего. Лучше даже, вот видите. Так, ладно. Бритва. Бритва, да. Я же вспоминал слово, а вы говорите, нет, нет. Теннисные шарики. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну да. Немного есть. Детский пластилин. Да, да. Сразу скрутил голову роботу, но в целом хороший получился. Николай, что там происходит? Это веночка, которая на меня. Правильно, правильно делаешь. А те продали, да, вчера у вас было две книжки с судоплатами, да? Да, да, да. Я вот продала. Я все продала, а вот эти вынесла. Шикарная вещь. Я вчера вынесла, смотрите, судоплаты. А, да? Сын, а это АВЦ. Я прочитала, а потом вынесла продала. Я понял. Какая красотища. С водой что-то сделано своими руками, ребят. Какая-то подделка интересная. Ёлочку кто-то выпилил. Красота. Как у вас? Порядок? Да. Сейчас я вас тоже спотографирую. У вас теперь... А, я хотел сказать, вы телефон новый приобрели. Я понял. Артем показал мне вашего деда морозного. Какого? Ватного? Этого маленького. Ага. Какая-то франка. Друзья, в общем, барахолочка у нас разношерстная. Людей много в субботу. Но, конечно, лучше, чем в лавке удовольствия барахолки не бывает. Из новинок я вам показывал ёлочные игрушки. А здесь хочу показать ещё вот такие вот с тяжёлым мишкой часики советские. Молния. Обычный такой приборчик. Но красивая. Красивая вещь. Вы видели в коротком ролике вот такую вещь за 100 долларов выхватил на нашей барахолочке. Она уже у нас, кстати, на Виолите. Верхушечки. Видите, у нас уже Новый год в разгаре. Вот такой дедуля появился. Шишечки, шмишечки. Вот такая вот Кослийская Барон Мюнхгаузен. Прикольная. Как его там? Мопс. Пекинес. Не разбираюсь в таких собаках. Вот. Да так, собственно, много новинок. Сейчас покажу вам вот такую девочку. Шикардосную. Киевскую. Купил. К сожалению, она с потерями. Но просто для красоты, чтобы радовала в лавке в глаза. И ещё вот такая вот есть с чайничком. Тоже с потерями приобрёл. У тебя что нового? Пока меня не было, Тём. Покажи рубчик вот этот вот. Елизаветинский. Ребят, вот такой вот рубчик у нас есть на продаже. Шикарный. Приобрели. Не буду доставать его. Елизаветинский. У кого такого нет в коллекции, пишите. Вещь просто потрясающая. Сохран тоже. Кроме вот этой вот плямбочки на её. в волосах. А так. Просто монета. 1750 год. Сохран просто перфаворный. Вот такой вот есть, ребят, в Шикардосе. Рублёвый. 1818-й. Шикарный. Просто шикарный. Здесь у нас буквы стоят, видите. П.С. И у нас ещё второй есть. Н.И. Тоже рублёвый. Вот такой 1877-го года. Шикарненький. Так что, кому интересно, обращайтесь. Ребят, у нас обучение юных экспертов. Посмотрите. Эксперт Егор. Что вы там нашли, дорогую монету? Сейчас. Сейчас? А ну посмотри. Вот эту вот ещё. У нас здесь определение редких штампов. Посмотрите. Ну что, Егор, мы разбогатели? Посмотрите. Обучаем молодёжь. По методике дородного. Ну что там? Нарисован дом. Нарисован дом, ребят. Это дорогая монета? Да. Всё, ребят. Перебор удался. Увидимся.